всем доброго здоровья люди привет у нас тренировочка у нас тренировочка с вами как всегда екатерина и дмитрий мы вместе с вами будем сейчас заниматься ну что начинаем мы с разминки условно называемой первую часть так почему потому что если вы здоровый человек и просто делаете эти упражнения вместе с нами они будут даваться достаточно легко если же все-таки вы человек в коляске который получил травму шейного либо грудного отдела для вас это не будут просто разминочными упражнениями это будет возможно даже полноценной тренировкой делаем упражнение кладем кисти на плечи и выполняем максимальное круговое движение локоток описывает круг при этом работает плечевой сустав когда мы поднимаем локоть выше уровня плеча включается у нас лопатка движение 15 вперед 1 2 3 4 5 не забываем про дыхание 6 7 8 9 спасти по животу по животу 10 12 13 14 и 15 то же самое упражнение выполняем назад максимально уводя локти назад при этом акцент делаем на лопатки которые у нас не знаю очень сильно упираешься пациент на лопатки 2 3 макушка тянется вверх спина прямая нейтральное положение корпуса так следующее упражнение следующее упражнение выполняем тоже с плечами кисти у нас остается на плечах максимально активные суставы поднимаем вверх стараемся завести запястье за затылок и возвращаем в исходное положение спинка прямая нейтральное положение корпуса когда пупок подтянут к позвоночнику если вы сидите тоже так стас фиксирован значит еще тоже отступление пока дима поправляет ноги помним дальше если вы находитесь в коляске вы должны соблюдать углы 90 градусов в коленном и голеностопном суставе то есть стопы не висят а стоят на подножке коляски если вы сидите на кушетке либо на стуле как дима значит они плотно прилегают вперед стопы не уезжают и максимально под стул их не загоняйте не нужно тогда будет площадь опоры достаточно удобная но широкая и вам будет удобно работаем локти раз тихо там остановил 3 прям тянемся локотками 4 держись 5 6 отличная идея 7 8 9 и завершаем хорошо отлично сделали локти вверх следующее упражнение тоже из этого же исходного мы делаем кисть и укладываем на плечи поднимаем плечевую кость на уровне плеча да то есть локоть у нас и плечо составляет линию из этого положения мы закрываемся немножко грудная клетка прячется во внутрь лопатки разбегаются по вашей спине слегка грудной отдел округляется при этом оставляем нейтральным поясничный отдел и затем максимально уводя локти назад соединяем лопатки как будто лопатками зажимаем монетку грудной отдел подаем вперед оставляем нейтралитет в поясничном отделе да что поехали на да с выдохом спрятались со вдохом раскрылись 3 держись 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 и 10 10 10 дима еще доделает давай-давай-давай 10 10 отлично так значит что мы делаем дальше повторите упражнения с которых мы начинали дополнительно да что мы делаем мы включаем опять плечо лопатку руки у нас расслаблены и выполняем 10 движений вперед тут же 10 движений назад выполняем двумя плечами одномоментно работаем макушка спина прямая макушка тянется вверх 1 2 3 4 5 6 7 руки свободные 8 9 и меняем направление движения 1 2 3 4 5 6 7 8 9 и 10 хорошо расслабить следующее наше упражнение будет палочка дима либо вы можете выполнять это упражнение с лентой эспандером значит натяжение эспандера вы убираете сами либо совсем легкая либо потуже но для того чтобы она не просто было жестким а еще немножко растягивалась во время движения для антоэспандер я имею ввиду так при движении с палочкой естественно просто будет увеличиваться амплитуда движения прорабатываем плечевые суставы наши лопатки выпрямляем руки максимально поднимаем их просто вверх возвращаем в исходное положение удерживаем нейтральное положение корпуса отлично головой вперед не киваем макушку на стянется вверх раз два если вы выполняете как я с лентой то в этот момент когда вы вводите руки назад лента немного подтягивается да но специально мы ее вот так вот не растягиваем то есть не нужно нам этого делать и завершаем 10 хорошо следующее упражнение комбинируем это упражнение со сгибанием локтевых суставов значит мы поднимаем лента у меня натянута но не растянута значит что мы делаем поднимаем раз вверх два сгибаем вот здесь она у нас подтягивается локти опускаются вниз корпусу выталкиваем вверх опускаем вниз то же самое выполняет дима то есть он поднимает руки вверх гибает локти единственно что палочка у него не тянется выталкивает руки прямые вверх и опускает вниз работаем десяточку ну как же нет ну давай ну что ты начинаешь не хочу до середины недели а ты его не хочу а я не хочу в середине недели я могу себе это позволить да но не здесь и не сейчас 4 ты выйти не можешь пять шесть семь восемь спинка ровная 9 головой не киваем и 10 хорошо следующее наше упражнение значит пока дима отдыхает я рассказываю у нас либо лента либо палочка что мы делаем если это лента мы ее чуть-чуть растягиваем поднимаем руку вверх одна смотрит вертикально в потолок вторая чуть-чуть в диагональ и из этого положения делаем пружиничное движение назад как будто бы набрасываем кофту на плечи да оп хотим набросить ее да только с прямыми локтями соблюдаем растяжение ленты то есть вот как мы его растянули так она у нас и остается не даем это спружинить ленте то же самое выполняем с палочкой то есть берем палочку за края из этого положения одна рука находится вертикальном потолок вторая естественно по длине палочки окажется в диагональ немножко в сторону 10 раз на одну руку потом 10 раз на другую руку 1 2 3 4 руки делаем движение 5 6 7 8 9 10 расслабились до момент этого в момент выполнения этого упражнения старайтесь не головой вперед и корпусом уходить а руки держать нейтрально да а наоборот вы руками делаете движение естественно корпусе будет небольшая вибрация но акцент у вас все-таки на руках все же давай раз два три четыре сейчас красиво было пять шесть семь восемь девять десять очень по-другому когда руками делаешь вот если включается движение я знаю но вот в какие-то моменты подключается все-таки немного голова кивок головы да и корпус и тогда идет движение иначе не так как если вы работаете не хочу какую песню ты вспомнил я уже и забыла опознала к ним ленту максимально растянутую то есть максимально легкую наматываем ее на края в один слой сильно большого натяжения сейчас быть не должно мы сейчас будем вот то что я сказала пока не делаем но сейчас начнем это делать то есть мы сейчас будем поднимать руки с лентой вверх и в верхней точке немного растягивать то есть вот берем ориентировочно как отмерить ленту то что вам было понятно берете от плеча до кончиков пальцев вот это вот расстояние зафиксировали его прям взяли да но обычно да это где-то метр и еще чуть-чуть его взяли вот-вот это я продолжаю держать вот эти точки и раз укоротила то есть укоротила на ширину вашей ладони вот и получается то расстояние которое нам нужно то есть у каждого это будет ваше собственное расстояние теперь что мы делаем поднимаем руки вверх раз растягиваем два сжимаем 3 опускаем 4 активная жал и опустил поднял растянул жал опустил так я эти хвостики намотаю 1 2 3 4 1 2 еще 4 раза 1 2 3 4 думаем что мы растягиваем мышцами спины 4 1 2 3 4 1 2 3 и завершаем это упражнение 1 2 3 закончили хорошо сделаем еще упражнение с палочкой греблю на прямых руках значит тоже вы можете выполнять это упражнение с лентой можете лучше с палочкой это упражнение с лентой если мы выполняем греблю на сгибание с локативым суставом если у вас все-таки руки прямые то лучше выполнять с палочкой но вариант с лентой тоже есть то есть вы растягиваете ленту ой прости удерживаете ее в этом положении и продолжаете движение в одну по вторую сторону 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 и 10 10 хорошо убираем палочку на сегодня с маханием руками достаточно сейчас будем бросать утяжелитель после этого займемся утяжелитель это не руки нет это не совсем руки руками махать не надо будет хватать или выбрасывать уберем грузики и бросаемся стараемся максимально вверх бросить ух ты хорошо бросаешь ну прям высоко и далеко такой импульс идет по бедру вообще аж кто режет ножом просто ты вчера в брусик не вставал поэтому ну что не получилось ноги думают что ну как же так ну надо же встать я завтра встаю хорошо и решили другие упражнения идет очень сильный импульс по короче знаешь когда действительно меньше бедра очень сильно напрягается момент роста ягодица и задняя поверхность и ноги встать бросил корпус ушел и ногами нужно вернуть себя назад шесть шесть ух ты б вставать не надо пока пока не сейчас не при этом упражнении восемь что то пошло не так и 10 отлично да ну что продолжаем наше упражнение шейным отделом все уже все все уже было раньше ногами значит что делаем садимся ровненько плечами делаем движение назад и вниз нейтральное положение в корпусе пупок прижат к позвоночнику да макушечка вытягивается вверх на протяжении всех десяти счетов это состояние растяжения в разных направлениях давай начинаем и и раз два три четыре раз два три четыре пять шесть семь восемь девять десять расслабились 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 раз два три четыре пять шесть семь восемь девять десять расслабились давай раз два три четыре пять шесть семь восемь девять десять что чурж мне понравилось как дочка назвала игрушку аркадий аркадий что-то меня это улыбнуло давай раз два три четыре пять шесть семь восемь девять десять все хватит уже хорошо так следующее упражнение выполняем обычные наклоны правое ухо тянемся к правому плечу левая рука немножко самостоятельно тянется вниз сегодня без дополнительного растяжения во сколько самостоятельно вы можете активным движением это сделать только и делаем значит если вы только в первом периоде вы еще находитесь в корсете в шейном после травмы шейного отдела позвоночника естественно вы эти упражнения не делаете так это такое маленькое пояснение а мы делаем плечо рука вниз правое ухо к правому плечу потянули раз два три четыре пять достаточно и теперь в другую сторону раз два три четыре пять еще по два раза в каждую сторону делаем давай раз два три четыре пять расслабили в другую раз два три четыре пять отдыхаем значит когда вы будете выполнять это упражнение желательно чтобы вы сидели перед зеркалом почему потому что очень часто многие наклоняют просто вот голову вот таким вот образом и нос направлен к в сторону наклона плеча это неправильно то есть ваша голова должна находиться в правильном положении то есть носик смотрит ровненько впереди вас вгляд впереди то есть мы не запрокидываем голову мы ее не опускаем и из этого положения она просто ухом улеглась на плечо да а противоположное просто тянется то есть из этого положения в одну сторону наклонили и в другую так ну что а мы сейчас пересаживаемся на кушетку сделаем еще одно упражнение с фитболом и затем будем вертикализироваться так ну что берем фитбол дима пересел на кушетку давно мы не делали эти упражнения значит что мы делаем дима сидит давай-ка ты выдвинься чуть чуть глубже как будто если ты сидел на столе все только на пятой точечке сидим так одна рука укладывается на фитбол фитбол желательно взять побольше если у вас есть возможность выбирать таким образом чтобы ваша рука находилась в линию да ну если нет возможности выбирайте тот который есть уходим в сторону фитбола и за счет напряжения косых мы мышцы корпуса у нас здесь работают возвращаемся назад я немножко сдерживаю и даю сопротивление 3 4 5 6 7 8 9 не забываем обитание и 10 хорошо ну что отпустите 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 меня убивать да косые мышцы косые мышцы да косые мышцы напрягаются сильно и растягивается плечо сразу и болит да растягивается плечо а еще момент такой смотрите когда вы возвращаетесь вы стараетесь все-таки работать косыми мышцами в большей степени потому что рука может нажимать на мяч как бы опираясь на него пытаться вернуться скажем так если вы только начинаете делать эти упражнения это это вариант нормы если же все-таки вы уже давно будете делали это упражнение вместе с нами либо ну как бы с какой-то периодичностью начнете выполнять старайтесь меньше опираться на руку еще давай поход в эту сторону потом для другой руки сейчас отодвинем чуть подальше чтобы только касание на ладони было два три четыре пять шесть семь восемь девять и десять хорошо ну знаешь я тебе хочу сказать полегче мне его делать как помню первые разы раньше это вообще было ну да кошмар навык все-таки работает не пропьешь да то же самое выполняем на другую ну что а не одна я это забыла давай раз два так стоп выдвигайся коленями а точно кстати так тяжелее делать как полностью глубоко сидишь когда да вот это да неожиданно три четыре пять шесть семь восемь девять пальцы слева и десять второй подходит два три четыре пять шесть шесть восемь девять и десять хорошо жопа болит ну что переместились мы шведской стенке точнее повернулись к шведской стенке сначала сейчас Дима растянется на полном корпусе вперед выставили ноги наклоняется корпусом тем самым растягиваем мышцы спины вертикализируемся и из положения стоя разминаем все суставы на в г и в в в в и в в в Мы же и хотим выпрямить. Тазом подаемся вперед, для того, чтобы побольше раскрыть забедренные суставы и растянуть нижнюю часть брюшной стеночки. И затем отклоняем таз назад, либо возвращаем в исходное положение. Когда отклоняете таз назад и пытаетесь удержать подколенные ямки прямыми, если у вас замыкают колени, то очень классно тренируется подколенное сухожилие. Если вы пока не можете делать такой наклон и у вас выстреливают колени, значит вам это не нужно. Вы просто больше подаете таз вперед к шведской стенке, для того, чтобы растянуть брюшную стеночку. И возвращаетесь в нейтральное положение. И вперед Дима тоже больше подавается. После того, как вы растянули, поняли, что растянута передняя брюшная, можно дотянуть ее еще больше за счет подъема рук. Поднимаем руки максимально высоко, подаем живот вперед, делаем дыхание, дышим животом. С глубоким выдохом, звук Ха, либо Ху, он помогает больше проработать межлеберное промежутки, диафрагмальное дыхание. Дальше, да, выполняем перекат с носочка на пяточку с небольшим движением корпуса вверх, типа подскока. Если не получается у вас это выполнить, то в этом случае вы можете просто наваливаться больше вперед и назад. Значит, смотрите, для этого упражнения вам понадобится однозначно либо коленоупор, либо вы должны уже уметь замыкать колени. Потому что если вы просто намотали что-то к шведской стенке без коленоупора, вы будете очень плотно стоять корпусом тоже к ребрам, к кланочке. И в этом случае у вас просто не получится вот этого прижимания вперед. То есть у вас не будет хватать амплитуды движения. Амплитуда без движения. А если у вас есть вот такого плана коленоупор, то уже у вас получается. Далее выполняем переменание с одной ноги на другую, либо просто вы наваливаетесь на одну, на вторую ногу, либо вы выполняете движение с подскоком, да, наваливание с движением вверх в одну и в другую сторону. Я воль. Отлично. Мы присаживаемся. Немного отдыхаем. И следующее упражнение. Мы будем вставать, фиксировать таз и выполнять перекат с одной ноги на другую с подъемом руки вверх. Растягиваем межреберные промежутки и за счет напряжения этих мышц возвращаемся в исходное положение. Подготавливаем. Подвяз. Подготавливаем Диму. Сейчас таз подвяжем хорошо. Плотно подвязываем нас. Ух ты! Молодец! Какая! Сначала Дима чуть-чуть растянется, он отталкивается, получается, руками от стенки и отходит, прогибается немножко в грудопоясничном отделе назад. Руки можно растянуть вверх. Поднять вверх и тоже растянуть их тем самым. Если у вас не кружится голова, вы не падаете в обморок при этом упражнении, то в этом случае обязательно подделайте такого плана растяжки. Когда поднимаются руки вверх, вы отклоняетесь назад с фиксированным тазом для того, чтобы максимально раскрыть межреберные, чтобы улучшить дыхание. Вы почувствуйте сами, насколько потом вам будет легче. Ближе к колену-колу. Пробуй. Все. Не хочу больше ничего. Давай, наклоны делаем. Одну руку запрокидываем за голову, забрасываем, да, выполняем наклон максимально растянуть из нашей межреберной промежутки и за счет сокращения этих мышц мы возвращаем корпус в исходное положение. Стараемся держать нейтральное положение, то есть мы вперед к стенке не наклоняемся, максимально далеко тоже не уводимся. То есть мы стараемся представить, что через нас идет линия от плеча к тазобедренному стопе, да, через макушечку в одну, и во вторую сторону вы делаете то же самое. А сколько делаем? Ну, раз по 15 делаем. Поехали. Мне кажется, ты улыбаешься. Я тоже так подумал. Что-то, мне кажется, не цеплял раньше. Уголок. Подрос. Подрос. И в другую сторону. Мама. А почему у меня в текстуре каждый день плюс девять, а девять, и все вы решали, что девять входят еще. Да. А у меня всегда они по каждой стопу в блюде. У меня по каждой стопу в блюде. Ну что, это вообще налажено по системе. Ну как? Тяжело? Ну ты справишься? Не знаю. У тебя нет выхода, ты подвязан. У тебя есть один выход из этого положения. Потерять сознание. Ну я бы на твоем месте не рисковала. Так, ну что? Подождите. Чуть бы я ишли. Сейчас сделаю. Да, да, да. Дай себе дышаться хоть. Да, пожалуйста. Душите сколько угодно. Мне же кислорода не жало. Молодцы закружены. Это от успехов дела. Головокружение в вашей тренировке это только от успехов. Да. Ха-ха-ха. Чеха какая-то. Правда жизни. Ха. Ха. Давай, вдох, выдох и пошел. Капец. Так, ты меня видишь? Нет. Нет? Кто здесь? Ха-ха. С кем я говорю? Кто здесь? Так, давай. Отдыхаем и второй подход на другую сторону. Там я уже был локоть придерживать не смогу, чтобы на мне железку не было. Мама, ну ты шикарный. Что, не начай, маник? Да. Потом расскажешь мне о том, чтобы запомнить. Сколько еще осталось? Все, 15. 15. Отлично. Через присед отдохнем. Да. Присаживаемся. Немножечко отдыхаем и затем перейдем к следующему нашему упражнению. Поднимаемся на третий раз. Третьего упражнения. Третьего. Третьего. Да. За счет наклона Дима немножко растягивает спину. Помогаю подниматься, потому что колени стоят в коленоупоре. Нету разбежки такой большой. Подвязываем таз. Пока плотно, чтобы понять, насколько удобно поставили ноги. Ход большой есть? Нет? Не знаю, как мне надо растянуть, пожалуйста. Сейчас я помню. Точно так же вначале идет растяжка корпуса для того, чтобы потом Дима мог делать. Есть нюанс по поводу растяжки. Возможно, когда вы будете делать вот это вот упражнение, и у вас не сковывает сильно живот, не сковывают позабедренные суставы. И, возможно, вам прям сильно вот так вот прогибаться и не нужно. То есть вы постараетесь понять по своим собственным ощущениям, насколько потянуться надо однозначно. Почему? Потому что мышцы, когда растягиваются, они потом лучше сокращаются. Но насколько глубоко, вы решаете по своим собственным ощущениям. Так, ты готов? Да. Чуть-чуть ослабляем подвяз. Сейчас совсем немножко пока ослабили. Буквально для первых пару раз, чтобы включилось движение. Еще. Затем увеличиваем. Вы видите, уже и колени начали включаться в движение, не только таз. При первом ослаблении работал чисто таз, колени находились в жестком упоре в коленоупор. Теперь колени отстраняются от коленоупора, и таз выполняет движение вперед. Если вам тяжело, вы можете слегка придерживаться руками, но на руки акцент не делаем. То есть они нам как дополнительная опора для того, чтобы вас не повело лево-право. Если у вас и это еще пока не получается, помогайте себе руками, но ровно столько, сколько не хватает движения в корпусе. Тихо. Тихо. Добавил субтитры DimaTorzok Субтитры DimaTorzok Субтитры DimaTorzok Субтитры DimaTorzok Субтитры DimaTorzok Субтитры DimaTorzok DimaTorzok Субтитры 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 DimaTorzok Вот таким вот образом вертикальный кулачок в потолок и на начальном этапе вот он допустим до половинки делал а дальше он продолжал напрягать а доводила я ровно столько а он продолжает делать это напряжение вот таким вот образом мы тренировали Не без утяжелителя то есть вот такие у нас были движения с ума сойти чуть чуть больше года назад не было вообще а сейчас за год с небольшим уже утяжелители по килограмму на каждой руке и 20 движений чётких на 30 с полным выпрямлением все ваших руках прямом смысле это просто на моста его же не было вообще абсолютно прицепса мы завели активировали восстановили немножко и возвращаем насколько фиксирован то есть вот я ножками зафиксировала но в моменте разворота видите пяточка смещается и затем опять возвращается это я могу понять для того чтобы вам было видно как именно вытолняется движение давно не делали скручивание поделаем и теперь работаем с задней поверхностью выпрямляем ногу удерживаем прямой коленный сустав нога лучше фиксирована должна быть или привязана или возможно как я или кто-то помогает держать и в крайней точке еще добавляем работу с долиностопом дотягиваем икроножечку еще отдельно дотягиваем икроножечку еще отдельно переходим на другой ноге то же самое начинаем сегодня с отведения ноги в сторону переходим на третий подход на третий подход вот как Главное, что сгибаем колено подзабедренно. Вторая ножка у нас прямая. Главное, что сгибаем колено подзабедренными плечами. 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 Работаем с задней поверхностью. Сверху вторую ногу растягиваем. Сверху вторую ногу растягиваем. Сверху вторую ногу растягиваем. Главное, что сгибаем колено подзабедренными плечами. и прорабатываем еще икроножку. Сверху вторую ногу растягиваем. Пальцы на себя, от себя. Хорошо, сейчас обуваемся. Повторим сегодня упражнения. Это упражнения на кушетке или на полу с согнутыми ногами. На начальном этапе очень хорошо это упражнение делать. Куда ты денешься? Сгибаем ноги. Есть две постановки стопы. Две постановки стопы. Нейтральная постановка. Когда в районе тазобедренного сустава. Даже три кончается. Мы сейчас поставим на нейтральную. Из этого положения одна нога фиксирована, вторая уронилась. Почтую эту линию нужно вернуть в равнутирь. Раз. Два. Три. Подождите. Четыре. Пастикой выпрусила, куда от себя. Хорошо, что не на пол. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восьмять. 8, 9, 10, продолжай, давай, 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 11, 12, 13, 14, 15, еще пятерочка, 16, с выдохом, 17, еще 18, еще 19, завершаем, 20. Отлично, обратите внимание, у Димы очень хорошее сцепление подошвы с любыми резиновыми, даже вот пламинатом, поверхностями, да, поэтому я своим бедром прижимаю стопу только на носке, то есть вот где-то таким образом лежит мое бедро. Если у вас, во-первых, еще тоже момент такой, заниматься в обуви, почему, потому что если вы занимаетесь в носках, у вас носок будет шататься, болтаться, голеностоп будет не фиксирован в этом положении, да, это будет совершенно другое движение. Это будет хоностопом. Да, то есть это неправильно, так не нужно делать. Обувь должна быть при выполнении этого упражнения. Если все-таки обувь не очень хорошо цепляется за кушетку, то есть сцепление не очень, то в этом случае бедро укладываем побольше и можно даже немножко фиксировать лодыжку, да, только не жестко ее фиксировать, а ближе к голеностопному суставу, чтобы вот это вот движение в лодыжке выполнялось, и чтобы можно было напрячь косые мышцы, брюшную стеночку и за счет их напряжения вернуть ногу вовнутрь. Также упирайтесь на локоток, либо, ну, когда совсем легко будет, тогда можно это движение убрать. Понятно. То же самое сейчас мы делаем со второй ногой. Давай. Раз, два, три. Если есть необходимость, то вы помогаете своей рукой немножко доводить колено вовнутрь, но вы помогаете ровно столько, то есть буквально слегка пальчиком толкать, если чувствуете это движение. То есть основной акцент, то есть так, основной акцент это на выполнении упражнения пациента. Ну, сколько? Четыре. Пятнадцать. Шестнадцать. Давайте, семнадцать. Восемнадцать. Девятнадцать. И двадцать. Ух ты, как мне ее не нравится, как я его сделаю тяжело вообще. Ну, да, тяжело. Следующая постановка, которая... Также можно выполнять вот именно это движение, когда нога отведена в сторону, когда две стопы стоят вместе. Мы сложнее, мне кажется. Понятно? Угу. Посмотришь сейчас. Буквально по десятке загоним сейчас. Давай. Раз. Два. Угу. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Девять. И десять. Хорошо. Отдыхаем. Тяжелее, когда спокойно. То есть вот есть нейтральное положение и потом еще широкое, и это будет движение в обратную сторону. Мы тоже все покажем. Сейчас выполним другую ногу. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Девять. Десять. Хорошо. И широкая постановка стоп. Это по краю пушетки. Бедра умерли. Либо. И приведите. Шири плечи. Ну что же делать? Ну и твоё успокойствие начинает это. Снервировать. Здесь. Теперь смотрите. Стопы стоят широко, а колени наоборот вовнутрь. Одну ногу мы выставляем в нейтральное положение, да, а вот эта коленка, она у нас уронилась вовнутрь. И выполняем наружу. Я возвращаю ногу в центр, а Дима выполняет движение наружу. Четыре. Пять. Если сильно легко, то можно даже придерживать. Шесть. Семь. Восемь. Девять. Десять. Одиннадцать. Двенадцать. Дринадцать. Четырнадцать. Пятнадцать. Шестнадцать. Семнадцать. Восемнадцать. Девятнадцать. И двадцать. Задыхаем. И то же самое выполняем за второй ногой. Так вот. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Девять. Десять. Повемнадцать. Двенадцать. Тринадцать. Шипры. Пятнадцать. Пятнадцать. Семнадцать. Восемнадцать. Девятнадцать. Завершаем. Да. Отлично. Ну что, вот и подошла к концу наша тренировочка. Была она такая разнообразная, я бы сказала. То есть, вспомнили мы пару упражнений с наших предыдущих тренировок, опять ввели ее в нашу нынешнюю тренировку для того, чтобы и проверить все мышцы, над которыми мы трудились, насколько они стали крепкими, насколько четкими стали эти движения в сравнении с предыдущими нашими тренировочками. Была супер тренировка, она была, ну чуть-чуть нам тут помешали по работе, по моей, но все равно она длилась 2 часа, могу сказать. И, если честно, я так устал. А мы еще чуть-чуть время поменяли тренировок, поэтому, может быть, где-то настраиваемся, но я считаю, что у меня динамика офигенная. И движение сегодня, которое я делал, это вот вперед, и сижу я ровнее, и, короче, вообще я скоро стану, пойду и перейду к вам ко всем гостям. Да, делайте для себя такие маленькие видосики, на которых вы всегда сможете посмотреть, что вы делали до, вот упражнение одно и то же, и как вы его делаете после, потому что, ну, прям вы увидите, насколько вы стали более крепкие, сильные и четко выполняете. Чтобы было с чем сравнить. Обязательно. Чтобы было с чем сравнить. Самое главное. Да. Так что, люди, счастья в ваш дом, всего самого хорошего, хороших друзей вам. У вас всех любит. Всего пока. Всем доброго. Субтитры сделал DimaTorzok